Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Учитель не имеет дна рации, русская книга, но как будто бы, типа, прокладка курса ведется, да, 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 вот, Ирбенский пролив, карта на русском, ну, что сделаешь, ничего не сделаешь, да, и делать ничего не надо, наверное, ведь так, так, смотрим дальше, идем дальше, на главную палубу. Там кафе, а здесь вот, везде закрыто. Так, это машина, да, судя по всему, машина, в которую тоже можно зайти. Эти стильная комната. Да, это стильная комната. Нет, это гальюн. Однако, это гальюн. Здесь пушечки стоят, греет воздух. Ну, понятно, не месяц май. Общая каюта. Целетка, часть старых километров, выживут на всемирные койки. Общая каюта. И селетка располагается машина. Куда мы сейчас зайдем? Машина отделения. Машина котельного отделения ледокола, поход через три палубы, разделена водонепроницаемыми. Перегородками, водонепроницаемыми. О, лазаритка, это врачи. Доктор, я буду жить? Конечно. Попадаю на машину. Странно, никто не кричит. Ничего не трогать, не хотеть. Когда ходили мы на ледокол Красин, там был такой моторист у нас. Кто нас смотрит, видел. Который начал там задавать всякие вопросы. Ничего не трогайте, ну-ка руки уберите. В каблуках не пущу никого. Нечего тут в каблуках ходить. А здесь как-то вот никого нет. Ходишь, смотришь. Ну да. В машине мы. Почему говорят, корабля в машине? Ну вот мы же внутри машины. Вот, пожалуйста, шатуны. Вот они-они. Это что мы в машине. Они около машины, не рядом с машиной. А внутри машины. Правая машина. Главный шатун. Коленвал. Видимо, здесь привод. Это, наверное, гидравлический будет усилитель. И привод. А это, по-моему, называется рулевая комната. Да. Сейчас я же выкрашено. Ну, как и положено на корабле, собственно говоря. О! Что-то заработало. Наверное, сейчас поплавим куда-нибудь. Полная иллюзия, что мы сейчас... Ух! Машинное отделение. Тут это вам... Тут вот вам не здесь. Задвижка такая вертикальная. И попадаем мы в котловое отделение. А это коплы. Коплы. И здесь угольком шуровали. Но сейчас я смотрю. Установлены форсунки. Он явно переведен на... А может и нет. Ну ладно. Похоже, все-таки он форсуночный. Понятно, что уже даже здесь машина не угольная. Хотя, хотя, кто его знает. Идем дальше. Это, чтобы тут башками не бились, уплотнитель проложим. Тормаз, жми на тормаз. Я так понимаю, тут еще одни котлы. Пару-то было много нужно. Наверное, вспомогательный. Уголек. Ну что углем топился. Попробуйте набросать уголь. Изначально ежедневные расходы на топливо и ледокол. Вот, вон туда надо швырять уголь. Надо было 2 вахты в день. Видимо, имитация, видишь? С одного в другой можно перебросать. Наслаждаться. Так, это тоже машины. Машинное отделение. Идем дальше. Так, а здесь тоже машина. Получается, еще раз в машину, что ли, пришли? Наверное, было 2 машины. Так, ну понятно. Работающие машины. И теперь нам наверх. Похоже, да. 4 машины было. Итак, вот все так миленько и мирно. Написано, что осторожно, машинное отделение крутые трапы. Детей от них не оставляйте. А взрослых, в общем-то, не прессует. В отличие от машины. О, капитанская койета. А, четвертый механик был последним в ряду тех, кто управлял машиной. Койета-механика. Так. Койета-капитана? Третий механик. Слушайте, механик-то сколько? Побогаче. Ну, это, наверное, второй механик. Был второй механик, который начался за организацию работы двух машин. Работающийся для обслуживания. Здесь вообще уже кран, даже с английскими кранами. Койечка такая уже. Воображаю, что у первого механика творилось. Чув. Ну, что делать? Койета-первый механик? О, первый или старший механик. Ну, вообще. Отвечал за координацию сраженной работы всех машин на корабле. Первый отдел работы команды. Ну, здесь вообще и ольков, умывальные принадлежности, плюс еще и диван здесь мог принимать. Старший механик. Да, понятно, почему. имело смысл двигаться. Имело смысл двигаться, двигаться. И тут поведение машинного журнала. Что так еще? Йокс сам эдалий. Ну, понятно. Да. Так. Воображаю, что у капитана там происходило. Так, койета первого штурма. Ну, понятно. Ну, тоже совсем не удобствия. Койет-компания. Офицерский салон. Офицерский салон. Буфет. Куда без него. Сила. И, наконец-то, наверное, койета капитана. Койета капитана. Рабочий стол. Иван Франко избранная. Суворов. Освещаемый буй, таран, южный. Но капитан должен был иметь ванну. Это понятно. Это спальня капитана. И ванная комната. Свой личный. Кстати, гальюн, но я рекомендовал только капитан. И высочайшая эта ванна. Мог принимать ванная. Умывальник, понятно. Само собой. Да. Серьезно. Здесь, наверное, камбус. Да, буфет. Иду для подачи сервировали. Которая компания. Сервирует. Идем дальше. Продолжаем осмотр судна. Кстати, плитка – это признак очень большого... А, ну это курительная комната. Нет. Кабина капитанского помощника. Ага, помощник капитана. Ну, вообще, у первого машиниста покруче было. Понятно. А это? Ну, как. Секунд? Ага, второй штурм. Точно понял, по-русски. Второй штурм. Похоже, механическая мастерская корабля. Куда без него мастерская. Позором команде сохранять живучее судно. У нас же оснащение какой-то токарный станок свой. Гибочные станки. Заточные. Этогенератор, как сверлим. Маленький заводик, между прочим. Будь здоровы. Так, ну, у нас задний исходный царь Михаил Федорович. Вот, все-таки, у него был какой-то. Царь. Царь Михаил Федорович. Царь Михаил Федорович. Кочегарь-катулай. С ума сошел. Начали вахты. Какой тяжелый был отступен. Калбус тут еду готовили. Кормили вкусно, но часто. И команда была довольна. История эстонского флота современного, наверное, до 90-х годов, связана все-таки с историей российского флота. И, говорим, эстонский флот, подразумеваем часть российского флота на Балтике. Как-то так. Из песни слов не выкинешь. Так, мы поднялись на капитанский мостик. Капитанский мостик. И был он отстроен. Он был надстроен в 20-е годы. И тут рулевая рубка. Стел рулевой и рулел. Второй ярус капитанского мостика. Здесь, наверное, хранились бинокли. Увы, прошедшее время было мною применено правильно. Тут еще корабли видим в экспозиции. Но пока закрываем. Так, идем дальше. Продолжение следует...